ребзя привет помните тему про совместный тест ветрогенератора ветряка то есть мое предложение да а совместные покупки ну и само собой как бы совместного тестирования там экспериментов с монтажом какие там будут вылазить косяки там и так далее какое у него будет кпд что он способен будет давать смотрите короче пришло время сказать пару слов вообще как каким образом это будет презентоваться так как на тесты надо будет достаточное время и результаты нужно будет с некой периодичностью там с интервалами месяц либо квартал до выкладывается само собой это будет нечто вроде сериала вот далее для тех кто как бы в эту тему включится там увидеть посмотреть позже до чтобы это не были некие разбросанные серии и чтобы не нужно было и где-то там искать там еще началось что там какие параметры поэтому я вижу на таким образом подачу этого материала вот с этого видео все последующие изменения будут происходить как к этому видео будет добавляться дополнительная информация и она будет перезаливать как как новое видео вот это то что важно сказать в начале ну не знаю быть может быть может просто в описании будут добавлены добавлены там время там следующего изменения да чтобы к примеру тот кто там самого начала начал смотреть ну а потом через там какой-то промежуток времени залез чтобы ему там все это не пересматривать по новому глянул а я там смотрел там до такого-то времени там до такого-то эпизода к примеру да там что там дальше но взял промотал себе да там смотреть дальше вот почему почему я сейчас вообще за это запиливаю видео ветряка еще нет смотрите народ поддержал эту идею и периодически поддерживает финансово пацаны я вам скажу на удивление даже девчуля поддержала эту тему блин респект не знаю какие мотивы но вообще уважуха вот сейчас бабки подходят примерно уже начинают подходить к той сумме которая необходима на его покупку вот и я выбрал двух продавцов у них два вертикальных ветрогенератора у одного стоимостью где-то 180 ну короче 190 180 с копейками 190 евро у другого 200 я им сейчас написал сообщение следующего характера о том я их попросил чтобы либо разбивать эти ветрогенераторы в две посылки то есть лопасть отдельно генератор отдельно и указать там стоимость а-ля там 10 20 евро потому что от 25 евро в испании уже нужно платить там таможенный налог где-то около полутора года назад у меня был косяк когда покупал себе камеру вот на которую я пишу там весь комплект стоил около 200 евро и я там заплатил где-то 50 евро растаможки вот чтобы так с такой жопами не столкнуться я у них сейчас попросил либо разбить этот заказ либо каким-то образом его оформить как подарок что это не покупка жду ответ я думаю они там завтра что-то ответит вот у нас какой будет критерий по обзору нас интересует два момента два момента это его кпд то есть на каком ветре сколько он может давать вольт сколько он может давать ампер то что там заявлено 800 ватт я вообще от них не ожидаю 800 ватт может быть 800 ватт это будет на 24 вольтовой системе при максимально допустимой силе ветра может быть не факт то есть я от них ожидаю где-то ну в среднем ветре половина заявленной половина заявленной мощности может быть то есть нас интересует вот этот момент и нас интересует момент насколько это будет реально и удобно и закрепить его на кемпер будем крепить на мой кемпер сзади вот там нас волнует основной вопрос это вибрации шум возможность как бы чтобы его не не демонтировать не относить в сторону не останавливать возможность спать да вот этот первый момент нас интересует второй момент это каким образом он будет делаться для того чтобы выдвигаться в путь в движение без какого-то сложного демонтажа то есть как это будет эта мачта будет опускаться либо будет фиксироваться лопасть но с фиксацией лопасти мне не нравится потому что это будет создастся сопротивление ветра это не очень хорошо скажется на динамике машины это второй момент ну и третий момент экстремальный дает надо будет какой-то делать тормоз типа дискового да при штормовых ветрах чтобы его не положила чтобы его можно было там остановить не поломав себе руки вот и скажем так опустить за озону ветрового потока но пока не знаю как это будет делаться может быть будет лопасть меняться может не будет пока не знаю вот когда он будет в руках будем уже думать по месту вот это основное что нас интересует смотрите еще какой момент технический да допустим параметры по вольтажу сколько он вольт дает сколько ампер сколько ватт решает этот вопрос один китайский модуль потом когда он уже будет у меня на руках я покажу его там средняя цена около 10 евро вот тут он будет ставиться для того чтобы контролировать эти параметры чтобы их предоставлять вам вот но хотелось бы контролировать эти параметры и понимать при эти параметры при какой селе ветра короче посмотрел я анимометры китайцев такие которые с выносными модулями до под ветер они дорогущие заразы посмотрел я даже метил станцию метил станция это конечно круто выглядело бы очень понтово мы вы видели направление ветра которая по сути нам пофиг там температуры влажности которые тоже по сути пофиг вот они там ценник у них самый минимальный где-то 60 70 евро тоже не тянем короче будет делаться анимометр почти что как обычно из говна и палок точнее палок там не будет почти говно ну если как бы не испачку руки то его тоже не будет вот будет схема достаточно простая вот из мотора на постоянных магнитах и стрелочного какого-то некого индикатора то есть это может быть вольтметр амперметр короче у меня что там где-то от магнитофона что-то валяется ну-ка в запчастях вот и мотор у меня тоже от какого-то там типа магнитофона или серого куда привода не помню тоже валяется такой вот будет сделан такой анимометр установлен на крышу там где будет стоять и тряк главное оставить место на мой серф осталось чтобы вот и он но он будет откалиброван по нормальным профессиональным анимометром и мы будем видеть параметр да там что он может давать при какой силе ветра это все будет вместе вот пока наверное наверное на этом все сейчас подожду докапает как вот вот это бабло до суммы необходимы вот на всю эту лабуду ну желательно чуть больше потому что у меня там будут расходники надо будет либо где-то на какой-то металлопомойки найти трубу на которую это будет крепиться но одной трубой то не обойдется там нужно грамотный будет крепление надо будет подобрать какие-то сальники пыльники короче резина которая будет использоваться как виброгасители подобие тех что стоят на подвеске вот ну короче расходники будут вот я думаю предполагаю надеюсь хорошо что в ближайшие там где-то не вот необходимая сумма уже докапает также я очень сильно надеюсь на китайцев что они мне сделают какое-то предложение при помощи которого я могу получить у них товар не попав на полтос на налог следующая серия наверно будет не знаю аля заказываю ветряк вот все